Вспышки эпидемии повторяются снова и снова. В последние годы коралловая болезнь достигла своего пика, выкосив половину мировой популяции. Десять лет назад это был красивый, небольшой, окаймляющий риф. Была очень здоровая, живая популяция кораллов и неплохая популяция рыб. Но постепенно, с увеличением застройки на суше, количество сточных вод резко возросло. В результате, с 2010 года, то есть за последние года 4, мы потеряли почти 90% рифа. Мы приехали на остров Пханган в 2010 году. Тогда температура поверхности моря здесь была крайне высокой. Этот год был повсеместно очень жарким. И здесь мы наблюдали массовое обесцвечивание кораллов, что привело к их высокой смертности. Мы стали собирать информацию по Сиамскому заливу, и выяснилось, что эта местность практически не исследовалась. Мы решили создать здесь постоянный исследовательский центр, чтобы изучать, как изменения климата и другие факторы в долгосрочной перспективе влияют на здоровье кораллов. Научно-исследовательский центр охраны океана, сокращенно КОРСИ, был основан на личные сбережения и научные гранты морских биологов. Теперь у них есть своя собственная, хорошо оснащенная лаборатория и все необходимое оборудование для измерения температуры и состава воды, уровня питательных веществ и численности рыбы. От всех этих факторов зависит цвет кораллов и жизнь рифа. Чтобы активно помогать восстановлению кораллового рифа, мы можем, например, использовать метод, который мы сейчас испытываем. Он называется «коралловое садоводство». Здесь есть семейство кораллов, которые особенно страдают от местной экологической ситуации. Это оленероги и кораллы. Они очень ветвистые и играют чрезвычайно важную роль в экосистеме, поскольку служат местом обитания мальков-рыб. Уменьшение численности рыбьих популяций может быть связано с нехваткой оленерогих кораллов. Поэтому мы, как садовники, берем маленькие кусочки кораллов и высаживаем их на риф, в надежде на то, что они будут там размножаться. У нас есть защищенная территория, инкубатор для кораллов, в относительно хорошем чистом месте, где очень мало отложений. В инкубаторе мы выращиваем кораллы, а затем берем небольшие кусочки и приклеиваем их на подставки. Это упрощает процесс их пересадки непосредственно на риф. Так мы надеемся увеличить популяцию экологически важных кораллов в этом районе. Смотри, как я сделала. Посмотри. Среди многочисленных врагов кораллов – любители подводного плавания. Они наносят им серьезный урон, порой даже не подозревая об этом. Поэтому команда Айки Шонега стала сотрудничать с местными дайвинг-центрами. Биологи погружаются вместе с туристами и рассказывают, как себя вести, чтобы не навредить морским обитателям. Достаточно совершить неверное движение или не туда наступить, и экосистема нарушается, а на восстановление коралловых рифов требуются десятилетия. Наши студенты – люди разных уровней подготовки, в том числе новички, которые никогда до этого не погружались. Всех их мы учим бережному отношению к окружающей среде. Почему мы это делаем? Мы не только обучаем их навыкам погружения, мы также поддерживаем проект AWARE, цель которого – научить туристов правилам поведения на рифе. Не касаться кораллов, не бросать окурки, не брать с собой пакеты, не собирать кораллы и раковины. Когда туристические компании привозят своих клиентов на снорклинг, к примеру, на остров Май, некоторые из них проводят для туристов небольшой инструктаж, рассказывают им о ситуации, если они ее не знают. Они говорят, пожалуйста, не наступайте на кораллы. Но турист не знает, где коралл, а где камень. Подчас коралл похож на каменную глыбу. Если они устают плавать и хотят отдохнуть, то просто наступают на кораллы, не зная, что делают. Сегодня мы находимся в заливе у острова Пханган, который пользуется большой популярностью у туристов. Мы проверяем качество воды, фильтруем ее, чтобы позже в лаборатории проверить уровни питательных веществ, главным образом фосфатов, нитратов и аммония. Они оказывают огромное влияние на жизнь кораллового рифа. Мы изучаем здоровье кораллов, осматриваем их на предмет обесцвечивания, а также проверяем, как кораллы взаимодействуют с водорослями, смотрим, много ли осталось живых кораллов. Мы также подсчитываем популяции рыб, потому что рыбы играют в экосистеме очень важную роль. Они питаются водорослями, не давая им слишком разрастить, и таким образом контролируют весь процесс роста рифа. Какой-то православный органик. Коралл – организм непростой и уязвимый. Во сути, это желеобразный полип, подобный медузе, заселенный микроскопическими водорослями. Сам по себе полип не может ни самостоятельно передвигаться, ни питаться. А вот микроводоросли, поглощая солнечную энергию, вырабатывают питательный сахар и делятся пищей с полипом. За счет этого коралл и растет. На здоровье коралла влияют три фактора. Самая очевидная из них – температура. За последние несколько лет океанская вода стала теплее. Когда температура достигает определенной отметки, обычно это 31 градус Цельсия, коралловые полипы перестают поддерживать симбиоз с водорослями и начинают белеть. Они отторгают водоросли, таким образом, лишая себя важного источника пищи, получаемой за счет фотосинтеза. Кроме того, есть и другие факторы. Прежде всего, это эвтрофикация – выброс в океан чужеродных питательных веществ. В этом районе два основных источника таких веществ. На островах это туризм, потому что сточные воды здесь не проходят обработку, и все идет прямиком в море. А на большой земле – обширное хозяйство по выращиванию креветок. Они также производят много питательных веществ. Кораллы живут в соперничестве с водорослями. Повышение содержания питательных веществ в воде дает водорослям преимущество, и они начинают расти быстрее, мешая кораллам. И третья проблема – чрезмерный вылов рыбы. Вообще, это глобальная проблема, но мы говорим о рыбах кораллового рифа. Здесь они выполняют функцию сдерживания, сокращая количество водорослей. Если не будет рыб, которые питаются водорослями, сдерживать их рост будет некому, а растут они гораздо быстрее кораллов. Так что вся экосистема рискует ими зарасти. Сегодня мы на участке погружения скалы Самран. Это подводные горы, на поверхности их не видно. Очень часто за скалы цепляются сети рыбловецких судов. Нам приходится убирать с участка траловые сети. Недавно мы вытащили одну. Она была очень свежая. Определенно провела там не больше двух недель. Но внизу остаются еще как минимум четыре или пять крупных сетей и больших ловушек для рыбы. Сеть разлагается в воде где-то пять-десять лет. То есть все эти пять-десять лет рыба так и будет попадать в нее и гибнуть. Да, с этим надо что-то делать. Особенно вокруг скал Самран. Как правило, они все покрыты сетями. Мы там не ныряем, потому что это район активной рыбной ловли. Тайские рыбаки не представляют, что под водой может быть такая красота. Наверное, было бы полезно спуститься под воду с капитаном одного из этих судов и показать ему, что делает его сеть, как она губит риф, как убивает всю рыбу. Несколько лет назад в докладе ООН прозвучало опасение. Процесс разрушения коралловых рифов стремительно приближается к точке невозврата. А Аки пытается донести это до островитян. Вместе с товарищами он рассказывает тайцам, зачем нужно очищать сточные воды и почему важно уменьшить количество рыболовецких хозяйств. Биологи пытаются объяснить, что жизнь на тропических островах без рифов станет просто невозможна. Местное население в основном живет за счет рыбы, которая обитает на рифе. Они строят жилища из кораллового известняка. В конце концов, рифы защищают их дома, принимая на себя удары в волн и замедляя сильные морские течения. Мы сотрудничаем с тайскими властями, главным образом с департаментом морских и прибрежных ресурсов. У нашего сотрудничества в том числе есть большая научная составляющая. Мы помогаем работникам департамента отслеживать изменения в районе островов, а также занимаемся некоторыми их проектами здесь, на Пхангане. Прежде всего, речь идет об искусственных рифах и устройствах для скопления рыб. Мы проверяем, как местная океанская популяция обживает эти места и предоставляем эти сведения властям. Можно сказать, что для них мы полевая станция слежения. Тайское правительство подключилось к работе по спасению кораллов. На дне моря вокруг островов возводятся массивные искусственные рифы из бетонных блоков. Еще один риф сделали из останков старой нефтяной платформы. Конструкции привлекают рыбу и в то же время скрывают ее от рыбаков. Таким образом, кораллы получают время, так необходимое им для роста и восстановления. КОНЕЦ КОНЕЦ В настоящий момент мы работаем над серией небольших морских парков. Мы их называем морскими микропарками. Первый, с которого мы начинаем, — Сейл-Рок. Этот район очень красив и популярен среди дайверов. Он достаточно известен, о нем было много репортажей, так что начинать с него легко. Идея в том, чтобы соединить два крупных заповедника в Сиамском заливе грядой небольших подводных скал. Мы хотим создать цепочку, соединяющую эти вершины. Это несколько не укладывается в привычное понимание морского парка. По идее, чтобы быть эффективным, парк должен быть очень большим. Но в данном случае вершины сильно изолированы, что с научной точки зрения хороший отправной пункт для устройства морского парка. Косвенно он будет оказывать влияние на гораздо большую площадь, так что в результате мы, возможно, охватим большое пространство. Мы хотим сделать это при сравнительно небольшом участии государства, то есть при минимальных изменениях в законодательстве, что в Таиланде сделать непросто. Так что основа нашего подхода — управление на местном уровне. Для меня, как ни странно, оказался более интересный проект объединение нескольких марин-парков в один, контролировать выполнение этого... Государство принимает некий закон о правилах рыбной ловли, туризма и так далее в этой зоне, но контролировать будет государство и местная власть. За последние 14 лет многое изменилось. Может быть, тайцам не нравится то, как активно люди с Запада и иностранцы продвигают здесь туризм, возводят новые рестораны и гостиницы. В какой-то степени мы сотрудничаем. Пожалуй, нам нужно чуть больше общаться друг с другом, ведь сейчас дайверы погружаются там, где они рыбачат, а они рыбачат там, где мы погружаемся. В конце концов, они здесь были первыми, и мы должны это уважать. Нам нужно уживаться вместе. Мы должны жить вместе. Мы должны жить вместе. Если вода плохая, я не ловлю много рыбы. Может, килограмм 20-50. Если вода хорошая, прозрачная, то может быть и 100 килограмм. Один килограмм стоит 60 батов. Келкфиш дороже. В этом году мы ловим гораздо меньше, чем 5 лет назад. Это не очень хороший год. Обычно за год 3 месяца хорошей рыбалки бывает. В этот раз не так. Намного больше стало крупных судов. Со всего Семского залива. Отовсюду сюда приходят. Они должны понять, что рыболовство нужно вести с умом, а не просто забрасывать огромные сети и ради одного улова губить все вокруг. Нужно найти золотую середину, чтобы и мы работали с тайцами, и они с нами. Потому что без нас не будет туризма, который помогает им развиваться. Учёные всего мира до сих пор спорят, стоит ли так опасаться за состояние коралловых рифов. Некоторые биологи сравнивают их с тараканами, способными пережить даже атомную войну. Утверждают, что кораллы постепенно приспособятся к изменениям окружающей среды, станут теплоустойчивыми. Оппоненты же, команда Айке в их числе, считают, что условия обитания меняются слишком быстро, кораллы не успевают к ним адаптироваться. По их словам, к 2050 году вся морская экосистема может погибнуть, останутся лишь одни водоросли. Поэтому микроорганизмам так нужна наша помощь, чтобы выжить. В наш исследовательский центр приезжают волонтёры. Они помогают нам вести ежедневные наблюдения. Им приходится платить за эту стажировку. Просто потому, что наша работа, наше погружение очень дорогостоящее, а сторонних источников финансирования у нас на сегодня нет. Как только мы сможем найти источники финансирования нашей деятельности, добровольцы будут учиться здесь бесплатно. Перед тем, как отправиться работать на участке, наши волонтёры проходят как минимум 10-дневную подготовку. Они получают навыки, которые позволят им работать в схожих экосистемах в любой точке мира, особенно в экосистемах тропических коралловых рифов. Их учат опознавать кораллы, определять их типичные заболевания, определять местных рыб, применять методы отслеживания изменений в экосистемах. Я учусь в магистратуре в Германии, а здесь работаю над своей диссертацией. Сюда меня отправил Бременский центр морской тропической экологии. Мы наблюдаем за коралловым рифом, бухте Мэя-Хаад. Мы будем изучать внешнюю оболочку бентесных кораллов, популяции рыб и параметры воды. Будем сравнивать их с данными, которые были получены несколько лет назад. Чтобы увидеть, как риф меняется со временем. Самое простое, чем я могу ему помогать, и я реально это делаю, это мне доставляет удовольствие и не требует от меня финансовых никаких затрат. Только временные. Я снимаю для него. то есть, если он мне вечером звонит, говорит, так и так, мы идем туда-то, нам необходимо это снять для того, чтобы показать отчет или сделать презентацию для правительства, или просто на YouTube выложить, или там для Facebook. Ну, то есть, я беру камеру, еду, снимаю. Еще не поздно. Конечно, мы утратили значительную часть разнообразия из дороги рифа, но он еще живет. Мы по-прежнему видим те же кораллы, тех же рыб. Они еще там. Конечно, если мы смогли бы что-то изменить, возможно, нам удалось бы вернуть утраченное или, по крайней мере, не потерять то, что мы еще имеем. Так что надежда есть. Не все еще потеряно. Он живой. Я вам покажу через минутку. Живой. Вот этот живой. Он коричневого цвета. Извини, приятель. А вот мертвый. Покрыт водорослями. Вот только что умер. Сколько же там крабов? Смотрите, мертвые. Это отчетливо видно. А вот живые. Очень даже здоровые. Ладно, положим-ка их в воду. Почему я занимаюсь этой работой? Мотивы у меня самые, что не наесть эгоистические. Это трудно объяснить, может, и глупо покажется. Но просто мне это так нравится. Есть определенные места, которые я очень люблю и хочу сохранить. Я считаю, что неправильно это разрушать, лишать всего этого. Я хочу все сохранить для себя. Если другие тоже хотят этим любоваться, я не против. Но прежде всего, мне это самому очень нравится. И я хочу, чтобы эта красота существовала как можно дольше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.